Друзья, всех приветствую! С наступившим вас Новым Годом! Счастья, здоровья, успехов! Ставьте цели, добивайтесь их! Самое главное, здоровья вам и вашим близким! Сегодня мы с вами будем говорить о чем? Что такое семейный доступ? Как он работает на iOS-устройствах? И в принципе, какие у него есть возможности? Добро пожаловать на канал Apple Expert! С вами Владимир! Смотрите, друзья, ситуация такова, то есть это некий круг, то есть семейный доступ, круг друзей, называйте как хотите. Вы являетесь организатором, либо же вас будут приглашать, то есть организатор. Я вам покажу пример, что там доступно, как это есть и в принципе, как это все работает и выглядит. Как работает семейный доступ? То есть мы заходим в настройки, вот самая верхняя плитка с вашей учетной записью, нажимаем семейный доступ. Нам здесь будет предлагать создать семейный доступ и что у нас здесь будет включено, то есть пригласить человека, либо же добавить вот члена семьи. Вот как видите, я являюсь вот организатор семейного доступа, а здесь можно добавить члена семьи, мы добавляем, приглашаем, то есть по электронному адресу и так далее. Вот начало работы, то есть подписки Apple, которые у нас здесь есть, то есть все то, что мы можем купить в принципе на всех. То есть я как организатор, я буду оплачивать это все в принципе, это дело. Передача геопозиции, это именно как раз мы сможем друг друга отслеживать здесь, видеть где каждый находится. Общие покупки, то все, что мы купим в принципе в App Store и то, что будет у нас также по iCloud Plus, если кто-то докупал какое-то хранилище. Вот, попросить купить, точно так же вы можете запросить покупку, либо же вы, либо же у вас. Все, вот в принципе это и есть вся функция семейного доступа, то есть ничего сложного нет. Как понимаете, когда вы включаете всех тех людей, которые будут с вами, вот здесь в этой всей плиточке, это будет у вас одна учетная запись по сути, ну точнее общий семейный доступ, ваша компания, которыми вы будете использовать именно данные. То есть то, что указывается, вы друг друга сможете увидеть, общие покупки, общая подписка, ну и также вы можете просить и ограничивать время использования, так как вы являетесь организатором, вот как данным у меня. В случае, когда вас приглашают, вы не будете организатором, вы будете как участник, вот член семьи. Все, в принципе ничего сложного здесь нет, все то, что вы будете настраивать именно в ваш регион, в ваш App Store, все будет точно так же отображаться, то что у вас, то и в принципе и у всех остальных ваших друзья. Смотрите, у меня поступают такие вопросы, как она работает, то есть если в вашем регионе есть общий App Store, вот регион, на который мы настроили, допустим у меня Украина или Россия, они имеют значения, то есть когда я приглашаю тех людей, у нас создается общее пространство, тот регион, который я настраиваю и общие подписки и покупки. В принципе всех тех людей, которых я пригласил, мы можем пользоваться этим семейным доступом в том регионе, в котором я указал. Все, в принципе ничего сложного нет, все будет доступно, понятно, то же самое есть на экранное время, вы можете ограничивать, то есть либо же это будет круг ваших друзей, либо же это будет ваша семья и вы сможете конкретно какого-то пользователя ограничивать временем использования iOS устройства, то ли будет iPhone, iPad или iPod Touch, не имеет значения. Все, все просто настраивается, никаких в принципе здесь нареканий нет и быть не может, я думаю, даже если у вас останутся какие-то вопросы, что-то будет непонятно, вы всегда можете мне написать, я максимально стараюсь каждому человеку ответить. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, оставляйте ваше мнение в комментариях, дальше больше, скоро увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok